В Казахстане участились случаи торговли несовершеннолетними и, в частности, новорожденными. Одна из причин – проблема бездетности, отмечает директор общественного фонда «Родник» Нина Балабаева. В Астане обсуждают вопрос доступа к специальным социальным услугам для жертв жестокого обращения и бытового насилия. Сегодня около 50% попавших в трудовое рабство – граждане нашей же страны. Вторую половину представляют выходцы из стран Центральной Азии, России, Молдовы, Китая и Филиппин. В последнее время в Казахстане стало модно приглашать женщины из Юго-Восточной Азии для работы гувернантками. За два года фонд оказал помощь трем филиппинкам. В сотрудничестве с посольством был решен вопрос их возвращения на родину. И пока они находятся, а этот процесс занимает, в принципе, достаточное время, мы с учетом потребностей наших и желаний наших пострадавших, если это женщины, обучаем профессии парикмахера. Маникюр, педикюр, мастер педикюра, маникюра. Мы даем профессию повара и так далее. Предварительно, конечно, пролечив их, потому что любой человек, вышедший из эксплуатации, из этой ситуации, это далеко не здоровый человек. Продолжение следует...